Решение о сборе средств на школьные нужды по правилам должно обсуждаться на общешкольном собрании. Его участниками должны быть представители от каждого класса. Решения о пожертвованиях на нужды школы отражаются в локальных правовых актах. Их список размещается на официальном сайте школы. Год назад, рассказывая старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Юлия Ромашкина, были случаи, когда в отношении директоров школ вносились представления. При принятии актов, которые регулируют деятельность родительского комитета, были допущены нарушения. В них были прописаны обязанности по оказанию материальной помощи. Между тем, платить родители не должны. Родители имеют право не сдавать никаких денег. Это все исключительно на добровольной основе. Боятся, что ребенка замучил, будет издеваться при налетах. Да, и такое есть. Такое есть. То есть начинают, скажем так, выскакивать у нас определенные сообщения в социальных сетях о том, что заставляют сдавать эти средства. Но если ребенок не сдал, начинают его позорить просто перед классом. Еще одна болезненная тема – дежурство родителей. В этом случае, рассказывает Юлия Ромашкина, нужно, не задумываясь, идти к директору. Жалобы о том, что их родители, точнее, не услышала директор образовательного учреждения, у нас такого не было. Обычно все решается вполне в порядке переговоров. Поэтому что такое заставлять? С подпалки-то каким образом можно туда попасть? Правильно? Не захотите, никто никуда не пойдет. И применять какие-то меры воздействия со стороны образовательного учреждения к родителям – это незаконно. Еще проще ситуация с формой. Совсем не обязательно покупать ее в магазине, который рекомендуют в школе. Можно просто найти ту, что устраивает вас и не нарушает школьных правил. Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Игорь Глотов, телекомпания «Город».